всем привет с вами андрей кубик и сегодня мы решаем чего-нибудь из пик тюбс это вот такая программа вот здесь есть куча 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 ко всяких кубиков собственно говоря допустим вот я сейчас делаю вот так чтобы было понятно сколько здесь кубиков и это еще не все вот тут около двухтысяч на сколько понимаю кубиков и я но все еще дополняется очень очень круто вот а сегодня порешаем вот такую штуку вот такую штуку вот она интересна тем что у нее есть вот эти вот маленькие слои которую непонятно как вращать до чего здесь вот она вращается не вращается вот и собственно говоря чтобы она вращалась сделать что-то вот такое вот ну давайте попробуем запутать запутать не собрать я очень надеюсь что за один раз умеет получится так и кюкс шатка чё поехали скамбусе вот значит собирается в несколько этапов с первый этап надо собрать его углы как двушки то есть красный синий и вон тот я буду собирать своими формулами то есть у меня же хобби я собираю сюда самостоятельно если с подсказками то есть какими-то минимальными то есть никаких методов я не изучаю там никаких ну в смысле нет я знаю какие-нибудь методы но я их не использую уже считаешь нечестно у меня хобби я поэтому в этот в этой сборке я буду использовать свои формулы коды их объясняю так значит у нас ни один угол не стоит желтым вверх это все-таки в белой вниз а до желтый вверх я пожалуй его разверну вот этот угол надо перевернуть мы его с этим делаем мы его берем и уводим на нижний слой дальше наша задача вот эти три угла вот 1 2 и вот вот он 3 вот эти три угла должны остаться неизменные а вот это вот ребро а вот эту надо перевернуть или но таким образом чтобы желтый стоял вон там соответственно вот я его поставил вот он стоит желтым да и сестре угла застались неизменно теперь я подвожу вот этот на это место и реверсую все то что я сделал таким образом я вращаю второй угол окуп возвращается на место и вот у меня все замечательно значит для чего мы это делаем для того чтобы было проще определить что он и на своем месте а что нет значит вот мы видим что два оранжевых два оранжевых это плохо потому что если мы сейчас оранжевый оранжевым туда вот все мистер оранжевый у нас будет два угла и два угла не я могу учить теперь но в смысле не ты перм а какой-нибудь свой хитро мудрый хитро мудрую формулу вот но я хотел бы рассказать о другой формуле и собирать я буду в этой сборке тоже буду применять основном так мешало так значит я буду использовать другую формулу она нам потребуется поэтому я вот этот двойной делать не буду я будем делать так если если надо поменять местами два угла то мы нарушаем четность то есть мы берем и нагло один из этих углов ставим свое место вот так вот он стоит на своем месте а все остальные теперь стоять не на месте то есть не на вас теперь настоящих не на месте 3 это две пары и две пары точно так же мы будем применять один тот же прикол мы берем одну пару я переворачиваю ну то есть меняем местами вот в этих в этой паре элементы потом поставляем другую пару и меняем в ней 100 элементами местами элементы вот и таким за счет того что один из элементов двух парах общий у нас три элемента поменяется вот какая формула у нас будет сейчас я это дело сохранил сейчас это дело сохранил и мы переместимся на обычный кубик и я там покажу как это работает ну как работает то что как бы я то что я вывел так кубик но в принципе можно было и 2 до 10 значит что мы будем делать мы берем вот эти два угла вот белый синий оранжевый белый оранжевый какой-то там зеленый вот и наша задача опять же оставляя неизменными вот эти два угла вот эти два поменять местами значит мы задачку усложним мы не просто их будем менять местами мы их будем менять местами но чтобы она была удобнее да мы будем их менять местами так чтобы у них ориентация сохранялась лишь чтобы он их белый остался всегда вот здесь то есть говоря вот сейчас их меня местами вот их разъединил дальше я вот тут вставляю сюда подальше теперь диагональ диагональ это же разрушаю свою пару и вот создалась пара они поменялись местами то есть вот оранжевый они были вот здесь вот и при этом белый смотрит все еще вниз когда мы перевернем сюда у у нас будет белый сверху эти две элемента два элемента не поменялись местами теперь я подгоняю другую пару и делаю реверс разъединяю пару разведения пару создаю диагональ диагональ кручу разрушаю создаю пару разворачиваю и поднимаю наверх вот эта формула плохая но собственно говоря это формула мы уже видели мы ее видели вот вот две формулы вот эта формула которая сейчас выполнил вот она значит эта формула плохая почему она плохая потому что она не сохраняет ребра то есть она сохраняет прекрасно вот эти вот ориентацию углов но она не сохраняет ребра вот значит вот эту формулу я выполнять не буду сами и выполнить и смотрите ставьте на паузу все дела ну вот но хочу хочу сказать вот эта формула я вывел ее изначально я ее писал для кубой да и мало того самое смешное что будет был вот такой который я который мы собираем он был практически такой за исключением того что там было больше возможности крутить сейчас мы этом убедиться вот и вот эта вот формула если вы заметили заметили то у нас вертикальный поворот всегда были на 2 вот такой поворот нас всегда был на 2 если мы возьмем из клеем вот эти три элемента то есть фактически у нас будет кубой да который невозможно повернуть вот так вот но то есть его может и возможно повернуть вот так вот после этого никакого поворот но прежде дальше получится я попробую сейчас найти какой-нибудь такой кубой будет будет 2 на 2 3 ну вот да то есть вот вот он вращается только на 2 но здесь тоже можно выполнить эту форму я создаю диагональ создаю пару ворачиваю возвращаю поворачиваю и реверсую что вашу пару разрушаю создаю диагональ где он канале кручу создаю пару ворачиваю ставлю вот а еще вот то есть вот нас три угла вот раз вот вот два и вот три вот эти три угла не поменялись и что мы опять можем видеть что если мы еще раз то у нас будет два угла таким образом мы можем и два угла и 3 а и а ура связь установилась значит показать вот эти две формулы вот эта формула хорошая она сохраняет ребра вот я ее опять же выполнять не буду только растянется видео вот скажу что вот эту формулу я пытался восстановить вот вот это вот эта формула это то что я пытался восстановить вот из этой когда ее забыл но я забыл что-то вот какой-то там какой-то такой поворот хитрый был и в общем таким образом у ребра разрушались вот вот значит да у нас вот угол стоит на месте значит нам надо развернуть поменять местами три угла и как мы это будем делать нам нужно определить диагональ вот этот угол зеленый и красный станет вот сюда чтобы он стал он туда его нужно поменять с этой парой вот так потом подворачиваем меняем вот так и возвращаем то есть вот таким образом мы начинаем крутить разрушаем пару создаем диагональ диагональ поворачиваем создаем пару вот это подворачиваем и ставим и опять же тут замечательная вещь в чем в том что ориентация остается то есть если нам надо будет крутить вот эти маленькие слои а маленькие слои то есть если мы и ориентацию нарушим и вот этого улата большого то мы не сможем кружить вот тут маленький слой поэтому эта формула замечать на тем что даже несмотря на то что ребра она не оставляет у нас то есть фактически мы его сможем применять на вот вот этих маленьких пластинках так диагональ вот и все углы мы собрали дщательно так теперь разбираемся с ребрами значит опять же сохраняю и беру обычный кубик значит что с ребрами но с ребрами и тут элементарная ситуация такая да если это четыре ребра 1 2 3 4 вот и что мы сделали мы вот вот эту тройку элементов развернули и вот эту тройку элементов мы развернули вот значит если мы это мы сделали как развернули тройку увели ее на другой слой подвернули в это время другую тройку вернули куб вернули тройку и вернули вот значит если мы возьмем и будем не два раза вращать м один раз то есть скажем вот так то у нас поменяется три ребра раз два три вот это ребра станет на месте опять же как принцип тот же самый две пары то есть мы меняем до меняем две пары опять же определяем диагональ вот это самое дальнее и надо поставить сюда значит первая пара будет это потом подгоняем меняем другую пару ставим вот значит если надо поменять вот сейчас будет самое интересное если надо поменять три ребра которые располагаются не на одном центральном слою и скажем раз ребра два ребра и 3 либо кому просто вот это ребро повернем вот сюда и точно также меняем две пары возвращаем и ставим ребра обратно то есть вот у нас и вот это вот почему потому что любые любые три ребра где бы они не находились на кубике вообще любые три ребра они сводятся к этому треугольник и скажем вот раз ребро два ребра и три ребра что мы можем сделать вот это диагональ да мы и вращаем так чтобы она была вот здесь то есть мы подогнали вот вот она раз элемент раз элемент два элемент и вот этот элемент надо просто вернуть он туда и вот у нас треугольник этот сейчас этот подворачиваем сюда меняем две пары возвращаем к треугольнику и делаем два пород которые были вот вот мы поменяли 33 года вот сейчас еще объясню как я флипаю так поехали так значит ну вот вот оранжевый вот если мы поставим вот так если мы поставим он туда он будет красным то есть вот оранжевый красному и соответственно мы можем поменять его сюда сюда и вот он стал оранжевым туда куда надо еще одно вот и красный 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 замечательно вот мы можем 4 все желтые собрали она у центра хорошего совместить еще вот центра сейчас вот так вот центр заместили то есть вот эти вот вот этого средняя полоса да она будет у нас центром и вот мы с углами и совместим значит теперь собираем я предлагаю сделать так поскольку вот эти элементы непонятно какие какой элемент главный то есть вот этот вот этот период от то можно не расставлять пока что вот эти ребра которые непонятные вот такие и и какие и вот такие но в общем да то есть мы будем расставлять только ребра у которых пластина сверху до крышка таких пластин у нас еще две значит вот на второй слой сюда вот надо поставить какую-нибудь деталь что мы можем сделать опять же давайте я сохранилась и мы переним все на кубик сейчас его блин как как бы ребра то сделаешь ну скажем вот вот у нас первый слой вот нас третий слой и нам нужно вот на это место поставить ребро с третьего слоя ну давайте я сейчас ломаю давайте я поломаю новичковой формулой как она там делается так вот оранжевый синий нам сейчас надо поставить на что мы делаем точно так же обмен двух пар 3 элементов вот оранжевый синий надо поставить сюда а ну кстати можно его сделать вот как раз в эту тройку тоже здесь такой вариант этот элемент мы ставим вон туда делаем так делаем так возвращаем вот он стал то есть еще раз допустим я другой элемент но хотела вот так то есть мы определяем проще говоря цвет который смотрит морды вниз это оранжевый желтый нижний оранжевый ставим он напротив своего центра в принципе также как его новичковой формуле когда мы ребра задания второй слой а вот его центр его место на третьем слою вот здесь напротив этого здесь то есть свет который стоит мордой вниз определили его центр его места поставили напротив его так и вот так поставили его место поставили напротив своего места подвернули еще раз вот то то что я сейчас объясняю она годится для того когда у нас уже собранные углы все понятьUST отсюда можно загадить новичковой формулы но тогда у нас разрушится вот эти углы над этим слою а если мы их уже собрали то мы делаем вот так почему так потому что потому что если мы вот это ребро поставим вот сюда вот таким поворотом у нас вот сюда встанет ребро 2 слоя который было здесь и таким образом когда мы переставим вот это вот это и вот это у нас вот это элемент куда-то уйдет мы повернем его здесь вот будет уже находиться какой-то другой то есть вот короче говоря вот этот элемент сюда ставить вот таким поворотом категорически нельзя поэтому мы обходим вот так вот ну и дальше соответственно делаем две пары потом возвращаем элемент и вот нас углы остались в том же расположение а этот загнался вот значит давайте посмотрим что у нас там было чем сам было так вот этот элемент надо поставить на третий слой то есть сюда нужно поставить какой-то элемент но главное чтобы он был не крышкой не вот этот ну допустим вот который там стоит сразу загоним то есть вот раз два вот мы поменяли вот а теперь кстати говоря веселой ситуации тут может быть несколько вариантов опять же сохраняемся и показываю опять на кубе значит возможность есть такая что во первых мы не ориентировали ребра то есть если в начале в самом и ориентировали углы а потом уже их расставляли по местам ориентировали что было понятно где стоит то что углов 30 это один мы поставили наверх и 2 осталось и по этим двум цветом и соответственно цветом мы определяем круга кого куда ставить вот ребра мы не ориентировали то есть на третьем слою когда мы собираем допустим этот лицой а он то первый на третьем слою когда мы собираем ребра они могут быть фликнуты вот поэтому их можно и нужно не только расставлять но и перевернуть на своем месте и что здесь есть здесь есть ну скажем две комбинации чуть больше наверно моих смотрим две значит если надо менять три элемента чего-то меняют элемента но при этом два из них надо флипануть я флипану новичковой формулой чтобы было интересней чтоб не сразу показать свое 1 2 3 4 вот то есть вот три элемента этот на месте три элемента и вот эти два надо ну перевернуть значит что мы можем сделать нам нужно поставить вот этот элемент на вот это место но так чтобы он был развернут то есть не не белом налево да если это если это перед оранжевый да а нужно развернуть его синим государство он стоял вот здесь но чтобы влево стоял синий как это можно делать можно сделать вот так но тогда у нас убегает вот вот эта деталь вот эта деталь значит и чтобы она не убегала мы ее заранее повернем сюда образуем палку эту палку развернем и дальше развернем 1 пара и два пара дальше моя палка это вероятно сюда и отсюда а ну вот не получилось ладно с этим давайте я просто выполнять формулу собранном состоянии чтобы было понятно к чему она ведет ну вот здесь вот три левра поменялись и соответственно два из них перевернулись вот сейчас выполняю обратно значит образуем палку ставим сюда и в принципе вот этот поворот он одновременно и вот такой и вот такой то есть это грубое сокращенный поворот то есть взяли это должно выглядеть вот так раз два палка этот как должны поставить сюда а потом обращаем вот этот 2 поэтому у нас когда он пришел пришел отсюда мы его сразу можем туда загнать потом второй пару подгоняем честно меняем честно отводим обратно и возносу собран вот и еще один момент насчет третьего слоя если этот третий да то возможно ситуация когда все ребра стоят на местах но несколько из них либо два либо четыре еще одно количество реберов флипнуть невозможно на трешке либо два либо четыре ребра они перевернуты значит что мы здесь можем сделать я попытаюсь это объяснить устно но если не получится то воспользуюсь бумажкой вот значит первое мы у нас три ребра будет три ребра и один буфер то есть одно из них это буфер первое мы переворачиваем первое ребро то есть вот у нас будет 1 ребра вот два ребра и вот три либо вот этот элемент надо перевернуть на своем месте так чтобы вот эти два остались на своих местах местах на грубые неизменные да и в той же ориентации значит как мы это будем делать ну и элементарный вариант как флипнуть ребро это просто крутить вот так вот вокруг угла то есть вот он зеленый ну короче вот видно что он зеленый белым вот но опять же обратил внимание что когда мы делаем раз два три у нас вот на этом три уходит вот это ребро поэтому опять же нужно его заранее увести то есть вот я убил вот это потом я увожу вот это сюда образую палку и палку вращаю и вот у меня вот эти два ребра остались а это перевернулось то есть вот нам будет флип значит что мы дальше с этим флипом делаем мы второе и подставляем на место 1 вставляем 2 то есть вот вот это один мы его выводим на буфер вот этот он будет вообще никак не меняться а вот сюда мы соответственно подводим вот это то есть будет вот это вот обмен двух пар так вот так вот после этого мы возвращаем флип у нас обратно собирается весь куб и второе ребро вот это она перевернется как бы побочно да и потом мы его вернем на свое место а с буфера вернем тот элемент который перевернулся нас будет два перевернутых элемента один привернут вот здесь вот здесь а другой мы перевернули вот здесь и вернули на свое место то есть выглядит это вот так увели увидев это сюда подвернули палка сделали вот так теперь вот этот элемент выводим на буфер то есть 1 пара 2 пара и сюда и не сюда вот сюда и вот теперь мы возвращаем флип то есть раз два три четыре то есть вот мы флипанули еще вот этот вот и теперь из буфера мы возвращаем туда а второй у нас просто побочно перевернут то есть грубо говоря мы бы хотели перевернуть одно ребро но она случайно перевернулось второе типа того вот ну и соответственно если мы хотим перевернуть вот вот это ребро и вот это ребро вот это там или какой есть не знаю типа вот это то все что нужно это перед вот этой формулой подвернуть нужное ребро на вот это место чтобы они короче стояли вот так вот палкой образовались грубо говоря давайте я вернусь вот вот это и вот это значит вот я вот это подвожу сюда потом его же убираю раз два три четыре теперь увожу на буфер увожу на буфер возвращаю обязательно делаю вот этот поворот потом мы его уберем на час он нужен да потому что вот эти три ребра возвращаем с буфера и поворачиваем поворот который был перед этим вот они два ребра или вернулись вот значит возвращаемся к нашему замечательному кубику то есть все варианты с третьим слоем мы рассмотрели да когда когда все ребра стоят в правильной ориентации внутри надо поменять да это треугольник наш когда три надо поменять и два из них влипнут а вот не всегда это можно сделать то есть там вот как то что я ошибся да было дело вот но даже если это не получится то мы расставляем все ребра по местам а дальше флипы вот значит чем мы видим здесь мы видим желтый полностью собран а на белом вот это ребро стоит на месте значит вот это ребро мы ставим вот сюда вот вот нас будет тройка вот раз вот два вот три это мы уводим сюда и оранжевый надо поставить вот сюда то есть первый поворот будет вот такой дальше подворачиваем пару грубо говоря мусор нам неважно что там будет вот и делаем вот так все ребра у нас можно считать собраны еще раз вот эти ребра они непонятны да кто из них главный поэтому мы их в конце будем соединять и потом уже будем определять куда должен стать вот теперь начинается веселуха надо вот эти вот пластинки панельки под углами сделать так чтобы они чтобы они совпадали вот сразу вижу вот красный замечательно стоит вот главное чтобы у этого красного с боков не было одного и того же цвета такое может быть потому что вот такой элемент скажем зеленый оранжевый он есть как в зеленый оранжевый так и здесь зеленый оранжевый и вот этот элемент может стать сюда если он станет сюда то как бы крутить вот так вот не имеет смысла да в данном случае имеет потому что здесь синий и синий вон там а здесь зеленый зеленого здесь если мы вот вот эти два красных сможем повернуть вон туда без того чтобы поворачивать вот эти этот красный она замечательно вот соединиться в два этих самых два угла значит почему она не вращается потому что вот здесь стоит перпендикулярное ребро нам нужно чтобы вот на этих местах где мешает вот раз и вон там два чтобы на этих местах стояли ребра которые с пластинками вверх с панельками с крышками значит где у нас есть с пластинки и они есть вот здесь к сожалению они параллельны то есть мы уже выставили все относительно углов до вы собраны и мы видим что вот здесь вот эти стоит правильно и вот эти стоят правильно и они стоят параллельно а нам нужно чтобы вот эта двойка встала вот сюда поэтому мы разворачиваем ставим наверх и возвращаем на всякий случай теперь мы можем смело подвернуть этот красный туда у нас даже соединился вот прикольно теперь возвращаем и вот у нас две пластинки даже здесь три круто то сейчас мы нас интересует первые пластинки первые под углами значит и здесь было бы все хорошо если бы мы могли использовать ту формулу которую мы меняли три угла да вот вот когда когда мы возили вниз потом делали диагонали все вот это вот было бы очень здорово если бы мы могли точно также собирать вот вот эти вот маленькие но проблема в том что у нас только 4 ребра которые с крышками то есть чтобы только один слой может вращаться без вот короче отдельно вот разъединить вот этот слой можем только один а вот этот слой на нем не будет это разъединение поэтому хотя здесь интересно будет подумать о том что попробовать но с учетом мы не сможем вот допустим повернули вот так а вот эти два ребра которые с крышками стоят здесь и вот здесь вот разумеется воде стоит какой-то период регулярно ребро и здесь тоже вот поэтому вот здесь мы не можем разъединить диагональ создать пару да то есть нам нужно два слоя которые вращаются вот маленькие у нас только один поэтому тут надо выдумывать другой метод как их менять и метод следующий мы будем вращаясь не на один раз вот это вот маленькие ребра маленькие слои а мы будем вращать их вот так сейчас поясню давайте найдем зеленый оранжевый ну вот значит сейчас вот надо будет записывать ходы значит я хочу поставить вот это вот вот эту деталь я хочу поставить его туда чтобы зеленый оранжевый был вон там и когда я поверну два раза маленький слой то зеленый оранжевый оттуда встанет сюда давайте это сделаем давайте это сделаем думаю я тут кроме пифа фав не вижу никаких решений давайте значит оранжевый у нас сразу записываем какой это f и желтый там центр стоит до центр стоит желтый это увидем вот это вот этот угол вот этот угол увидел он туда кстати что если сделать вот так а ничего не будет то же самое все или нет нет быть не то же самое ну а допустим значит я делаю что я делаю r штрих потом допустим я делаю д и r штрих д и развернулся углом немножко в другую сторону теперь мы подворачиваем его он туда и надо будет загнать его вот сюда значит мы делаем d и пифа фам загоняем его водите к ну ладно хорошо значит пифа фаму загоняем туда пифа будет р штрих начинаться и б вернись вернись пифа фир штрих это у нас поворот по часовой б до rb р штрих б р штрих б штрих б штрих а r да вот понятно все р штрих б это просто чтобы не запомнить и это туда значит у нас ушел желтый а в принципе ты нет важно важно нужно чтобы вот здесь стоял в про реализацию угол ага думал значит мы вернем вот этот угол берем сюда скажем мы сделаем d2 а потом его место опустим сюда его сюда и так стоп стоп что не так а вот вот то есть вот это желтый мы подвернули сюда его место опустили сюда и сюда и вот у нас полностью вращается а понятно нужно же собачьи ребра были здесь так сейчас что-то накрутили так давайте сразу поставим ребра он туда сейчас я сначала напишу что мы сделали d и с 2d с2 вот они два ли про поставили и теперь мы делаем вот это р штрих д д д д д д д д д а r штрих d r r штрих d r и что мы видим вот здесь у нас стоит зеленый оранжевый если мы повернем два раза он станет вот сюда и теперь нам нужно вот этот угол вот этот угол увести отсюда не совсем нам нужно чтобы вот этот угол встал куда угодно только не на первый слой и чтобы он ушел ушел а сюда встал угол который бы вставил в правильной ориентации то есть вот этот угол можно сейчас сюда поставить поэтому я сделаю мы сделали непонятную поворотку не знаю кого обозначать непонятно вот и вот этот вот этот угол мы ставим наверх значит это будет оранжевый у нас фронт значит это будет поворот л штрих ф л штрих так л штрих ф л штрих да теперь мы возвращаем вот зачем поворот и начинаем делать все в обратную сторону рубеж ф л штрих тунц и дальше мы меняем вот эти вот углы да это будет р штрих д штрих д штрих д штрих д штрих д штрих все вот здесь сейчас дальше мы делаем штрих д штрих ага ага и и что мы видим у нас есть вот эти два которые мы ставили да вот этот вот вот этот вот а мы еще не вернули вот эти два ребра но можно вернуть вот точно стоит вот вот здесь вот 2 до крышечки пластиночки и вот еще одно мы поставили теперь теперь хочу поставить вот этот вот сразу видно вот оранжевый синий его никак не перевернешь здесь потому что он отсюда а этот наоборот отсюда значит то есть нам вот этот надо поставить сюда опять же мы будем крутить два раза то есть мы сейчас освободим сети сюда ребра то есть чтобы раскрутились маленькие слои и маленький слой вода средний мы повернем два раза так чтобы вот сюда встал оранжевый синий значит для этого больше не нужно значит вот этот вот я подверну вон туда и сделаю два раза еще на встанет он туда это надо записать чтобы не забыть до штрих и l2 у нас встал одно ребро а другое ребро нужно повернуть туда наверх вот я сейчас возьму вот вот эту пару и вот эту пару снизу но здесь право и снизу я вращаю раз два мусор 34 вот нас все ребра здесь значит давайте запишу это это был r2s штрих r2s я сказал r2 r2s теперь мы можем смело поставить вот так и теперь вот этот угол опять же нужно увести отсюда так чтобы здесь появился угол в правильной ориентации то есть наверх туда крышкой чтобы брать им возможно было вращать вот эту значит что мы сейчас делали мы повернули 2 но вот эти два угла стояли как они должны стоять например вот здесь стоит красный синий и нам желательно его не разрушить поэтому мы сперва вращаем два раза вот так потом сюда ставим какой-то мусор вот сюда потом вращаем еще раз и вот этот мусор оказывается вон там сзади а вот элемент который отсюда перескочил сюда и отсюда если вот он был хороший и перескочил сюда это будет буфер вот раз вот два это буфер мы его поменяли один раз потом заменили вот это и поменяли второй раз ну точнее еще не поменяли значит как поставить вот сюда что-то в правильной ориентации вот сейчас будет сложно я оставлю ситуацию я и сохраню и возьму обычный кубик значит заметим что если мы сделаем 3 пивов а и фав это вот раз два три четыре как я говорю ну и сразу и понятное дело то есть там знаю такой пифов да нам нужно сейчас как называется слышим мир то есть от от к и делаем так три раза вот эта формула нам очень часто может до наблюдаем что произошло вот эти два угла поменялись в паре причем поменялись так как хорошо желтый желтый это роль напротив напротив белого то есть если мы сейчас сделаем 3 пифа фото вот этот угол встанет вот сюда на нашем кубоке да и вот здесь вот а мы все еще сможем вращать маленькие слои мы делаем три пифа короче чтобы вот вот эти два понять но помимо этого меняется еще вот эта диагональ вот кстати говоря кстати говоря вот таким образом если две пары есть мы можем поменять три угла значит как это сделать сейчас я покажу как как это выглядит и это выглядит новичковая формула делаем чтобы не чтобы не спойлерить свое решение пока что так пифа разворачиваю разворачиваю так что не смотрели все в одну сторону вот вот они три угла да мы это уже делали то есть вот эта формула вот эта формула да она замечательная но мы сейчас делаем чуть по-другому мы возьмем и вот этим пифа фон с двумя с двумя парами мы им поменяем вот эти три угла тоже полезная штука как мы это сделаем значит вот это будет буфер то есть вот мы будем начинать вот отсюда от от да как у нас меняется вот это и вас меняется вот это что вот касательно вот этих кто из них станет на место на место встанет вот этот зеленый оранжевый зеленый оранжевый и когда он встанет сюда на место мы на его место подгоним другой который тоже надо поменять вам туда за короче две пары получается вот раз пара вот два пара то есть делаем раз два три четыре раз два три четыре замечательно теперь вот он встал на место и его уже никуда двигать не надо то есть нам нужно вернуть буфер а поскольку мы будем за счет буфер мы будем менять вот эти а вот этот уже никуда ставить не надо поэтому его уходим и на его место ставим типа какой-то другой который сейчас на самом деле это место и возвращаем 1 2 3 4 буфер 6 на место встанет 3 4 1 2 3 4 и подворачиваем обратно то есть вот вот этот на месте и этот на месте и можно его даже развернуть теперь что-то не то что-то не так начал развернуть его тем хитрым и фахом который не пипов кстати говоря вот в этом и в пафе меньше движений на одно движение меньше чем в обычном если углы разворачивать вот туда и вот туда ты сам раз два три четыре раза четыре три четыре до 2 пифов врачей один угол потом подворачивается 2 и 2 пифов разворачивается 2 а вот эта формула на в ней не 8 движение на один угла 7 так значит возвращаемся к кубой да напоминаю мы там должны были маленькие слои вращать то есть так где я где я желтый вверх да вот этот угол надо увести вниз то есть вот пифов будет вот это вот буфер да и вот эти вот два угла еще поменяется потом мы вернем вот этот буфер раз-два и после этого мы поставим обратно вот этот угол и разберем все вот это значит делаем раз два три 4 5 6 7 8 носиком носиком 7 16 вот поменяли теперь возвращаем вот этот буфер вот он стал а теперь 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 делаем еще раз возвращаем угол вот и теперь в принципе все что осталось это сделать вот это наоборот да вот это мы ставили вот это ребро вот отсюда значит с штрих 2 с 2 замечательно и и l2 вот сюда вот начал у нас есть все вот эти пластинки под ними под углами теперь перевернем его вверх ногами и соберем пластинки так тут собирать нечего надо просто вернуть его туда но ничего сейчас на вот если поменьше еще еще вот это будет но я уже не буду записывать разворачиваем ребра туда ставим возвращаем и вот у нас прям красиво вот значит добра сколько их надо поменять я вижу пять главное не спутать вот этот вот и вот этот вот там что это разные слои значит раз два три нет раз два три 4 5 вот тут на месте 5 это много поэтому тут в принципе торопиться некуда берем сейчас кого бы поменять плохо а нет почему плохо нормально нормально чаще ща 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 допустим я хочу поставить красный зеленый красный зеленый у нас вот здесь поэтому я возьму опять же белый так оранжевый фронт у нас будет и белый вверх значит я хочу поставить вот этот красный красный зеленый что поставить красный зеленый у нас есть вот здесь и понятное дело нужно сделать по диагонали да то есть вот этот маленький он будет меняться с вот этим маленьким поэтому вот этот надо поставить сюда я не хочу это делать это слишком сложно в этом сколько 10 движений на движение это много не хочу хочу покороче значит я возьму и вот его подгоню сюда а этот поставлю туда и вот у нас будет эта диагональ это надо записать значит я делаю это надо удалить значит я делаю у и l2 l2 так значит да вот сделали эту диагональ теперь нам нужно о замечательно или не замечательно вот эти два ребра мы можем поставить туда это будет сколько здесь мы делаем 2 и не хватает вот этого ребра вот этого она вот здесь ну и соответственно мы делаем две пары вот эта пара и вот эта пара я это запишу так l2 l2 с с и нет с до с l2 с штрих l2 вот это вот убираем это с и возвращаем теперь вращаем два раза а извиняюсь не вот этим вот этот вот он встал и теперь вот на это место надо поставить вот этот угол а потом повернем два раза еще раз вот этот замечательная деталь она останется вот здесь на этом месте будет стоять вот это она поменяется как бы на мусор туда а буфер у нас вернется делаем три бифаха меняем вот эта деталь да вот на эту деталь раз два три четыре раз два три четыре три четыре эй сказал 4 так возвращаем угол так и теперь вероятно отматываем обратно вот это значит с l2 с штрих l2 m2 l2 и вот сюда и они то сюда так ну и вот у нас осталось раз два три четыре это круто потому что хотя нет наверно не круто тут в два хода так значит кого я хочу куда поставить допустим я хочу поставить красный синий красный синий у нас вот здесь это хорошо 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 потому что мы сделаем туда так простите почему у меня в центр не совпадают все вот так так значит да 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 теперь у нас будет синий это ф значит мы делаем вот этот ставим он туда и вот нас будет диагональ на маленькие слои мы делаем r2 вот они по диагонали стали теперь надо подогнать ребра ребра допустим это буду делать штрих м2 теперь делаю вот этот непонятный поворот типа живем у 2 только уже он у пониже так теперь вот этот угол тут можно делать хитро можно поменять кто то какая тема то есть вот этот элемент да мы поставили ему вот это поставили ему короче элемент но помимо этого у нас случайно попал в этот элемент поэтому если я сейчас поменяю вот это вот на это и сделаю еще раз поворот то вот этот элемент у нас уйдет а это не очень хорошо более того если я сейчас меня вот эти два угла уйдет еще вот этот вот это вообще нехорошо поэтому что я предлагаю я предлагаю вот на это и вот на это место поставить то у чего есть свободный вот этот элемент и возможно она даже как-то там поставится значит ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла вот это м до север у нас вот здесь где у нас есть нет вот если я плохой а как так что один плохой интересно ну хорошо я поставлю а а а а и на а о 3 4 теперь у 2 м2 d и 2 так смотрим что сколько у нас теперь их теперь у нас их три вот раз вот два и вот три и вот здесь я совершал одну большую ошибку дать я переверну так что эти два были сверху значит я совершал большую ошибку я несколько раз пытался сделать формулу и мне не получалось почему потому что если я вот допустим вот кого куда на поставить красный зеленый вот сюда значит если мы поставим вот этот вот сюда то вот красный синий станет вот сюда сюда и вот этот угол надо будет повинять с чем-то с ним но у нас еще стоит вот этот здесь и он недоделанный короче говоря недоделанный угол не может стоять на буфере на буфере всегда должно быть чистая иначе мы не сможем вот этот вот угол поставить вот сюда поэтому мы его увозим вниз убили вниз так теперь надо поставить ура 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 Эй. Ура. Грузился. Так. Значит. Рёбра. Я запомнил один фото. Д штрих. Потом его обратно сделаю. Обратно будет Д. Ну и будет то же самое, да? Так. Значит, теперь вот эти два. Меняем. Вот этот встал, а вот этот не встал. Значит, вот с этим мы меняем вот этот. Мы его подводим сюда. Это будет Д. Дальше мы делаем пиф-паф. И возвращаем вот этот буфер. И, в принципе, у нас все углы уже собрались. Значит, делаем обратно пиф-паф. Так. Возвращаем этот дэш-трих. Дальше мы делаем дэш-трих. Ага. Ага. Чёрт его знает. Да, я правильно делаю. Так ведь? Не, наверное, я не правильно делаю. Наверное, должен быть дэш-трих. И вот эта двойка. Во, да. И теперь я меняю... С травмом. Сейчас давайте откатимся назад. Я запутался. Угу. Белый. Ага, понял. То есть вот этот угол. Так, белый. Ага. Ага. Ну, дальше все понятно. Глюковая программа, на самом деле. Так. Ага. Нет, не сюда. Вот этот. Так, и теперь... Ну, вот этот, да. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три. Да что ж такое-то? Три, четыре. Раз, два. Зараза! Четыре. Раз, два, три, четыре. Только я не понимаю, когда еще. А, дальше все понял. Понял, понял, понял. Или не понял. Нет, давайте еще раз открытым. Я, извиняюсь, конечно, что я уже плохо соображаю. А, нет, это я сделал. Сейчас, берем. Сейчас, наносится, на свою голову. Ага. 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 надо выкрутить раз потом вот этот угол потом ребра это вот это значит дальше 1 флип того угла точнее на не флипа и впав разворот еще раз теперь нет так вот это мне не нравится вот мы закончили пиф-паф дальше мы делаем д-штрих это убираем и делаем вот так дальше мы делаем пиф-паф этого раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре раз два четыре нет сразу чушь и так сбиваешь то раз два три четыре раз два три четыре блин я опять забыл как дальше что ж такое то допустим не на добре сходим с углами надо разом раз и тут еще одна формула тогда задних лип им не флип ему и фафы не твой так подождите-ка раз два сейчас еще запишу все ходы тупо чё-то я не запоминаю просто так л-2 дальше три пафа на угол у бр это в и так да это вот это вот до штрих с 2 д дальше у у 2 это дэш ты их дальше у и это пиф паф угла 3 пиф пафа угла у б л так у 2 3 пиф пафа угла и сейчас зачеркну это дело 3 пиф пафа угла 3 пиф пафа угла это мы уже возвращаемся назад дальше ну да вот до штрих нет дальше было у 2 но у 2 мы не делаем сложно все же стоит все тут у 2 дальше мы делаем дэш 3 с 2 д дальше 3 пифа углу бр 1 2 3 4 1 1 то что такое-то 1 2 4 и 1 2 3 4 да и теперь он во все ура получилось так что теперь теперь предлагаю расставить ребра так нет для начала я хочу выставить ориентацию центров чтобы можно было вращать здесь центр например стоит неправильно вероятно вот этот и вот этот что можно придумать с центрами значит идея такая вот у нас центральный слой вот центр вот я центр увожу с этого центрального слоя увожу увожу его на этот слой его вращаю против часовой стрелки возвращаю центр вставляя на его место другой возвращая его сюда потом делаю против нет по часовой стрелке возвращаю слой и отовременно флипу и второй центр и возвращаю то есть вот у меня все центры ориентированы в принципе я могу развернуть два центра в противоположной стороны либо два центра который порой повернуты на два раза есть ситуация когда всего один центр его надо повернуть два раза и вот это я решаюсь пока что не умею хотя возможно и умею возможно стоит сделать два раза вот так а потом переставить все окружающие элементы наверно можно так решить в принципе справлюсь так значит я предлагаю ориентироваться на среднее ребро значит белый зеленый вот он есть а это не он это не он точнее как это не он это он но перевернутый ну не знаю как тут можно сделать зеленый и желтый ладно сделаем по-другому значит возьмем как в 4 сейчас я давайте там сохранюсь вайку 4 и объясню на ней одну интересную штуку я не знаю что это за метод может он как-то называется крис лайс какой-нибудь не знаю идея в чем ну можно решить паритет пилл как это делать все ура это можно удалить значит я беру делаю такой поворот дальше мне нужно вот это ребро все вместе его надо флипануть флип идет таким образом вот моего флипанули и возвращаем теперь эту штуку теперь ставим они напротив теперь оставлен на место вот этого вот это то есть пера порога вот такой и обратно с рапорат будет такой значит вернем обратно нет наверно вот так нет опять чуть запросу 1 рапорат у штрих а вот и вот мы решили пилл паритет то есть в принципе точно таким же образом решаются все остальные ребра то есть мы подгоняем наша задача сделать так чтобы была ситуация была ситуация вот такая то есть напротив но одноцветный стоит напротив до друг друга если это не так то мы берем и флипаем вот это ребро так чтобы они стали друг напротив друга а дальше перед применяем вот этот алгоритм и соответственно обратно флипаем вот значит значит так здесь я предлагаю сделать также вот красный зеленый я хочу чтобы а идеально идеально вот они стоят друг на против друга теперь я его делаю сюда наверное нет а как если сделаю сюда перевернул нет очень интересно может отсюда а да нет отсюда да нет отсюда а как чтобы сделать ла-ла-ла-ла-ла-ла но встанет неправильно а если его перевернуть то это будет здесь тоже не пойдет очень интересно то есть тут проблема в том что если на 4 не было центральных ребер то здесь они есть и вот я могу в принципе совместить вот так но будет плохо а а чё я думаю нам же не обязательно центра центра мы в конце сделаем поэтому я сейчас реверс но вот это сейчас реверс но о нет что-то не так сделал вот центр должен был остаться в правильной ориентации его сопоставляю туда и делаю обратно вот теперь у нас это стоит нормально его можно сразу прям сюда поставить о господи оставили так вот есть белый интересный белый интересный что-то не знаю мне кажется как 4 это не решается но можно сюда поставить какой-нибудь мусор теоретически он такой например ставим так так 6 секунды надо запомнить поворотом первый поворот туда второй поворот сюда то есть первый поворот штрих 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 л ага так теперь надо поставить вот этот на место да вполне это мусор о как хорошо так чё-то я забыл если честно как это делал но можно попробовать решать таким же образом как и мы решали вот этим это наверно будет сложнее но большая время снивером ладно то есть тут грубо говоря будет вот вот этот слой и вот этот слой это вот этот слой и вот этот слой грубо говоря можно решать точно так же грубо говоря у нас весь кубовец сократился в три раза так красный синий тут проблема в том что очень неудобно ставить запоминать на такси будет оранжевый фронт оранжевый фронт значит его надо поставить туда это значит что я могу сделать р в нет это будет штрих 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 в так хорошо так это было р р р б штрих штрих б вероятно р б штрих штрих б до спире его оставлю сюда можно сделать вот так нет а я понял его надо просто предварительно повернуть и но и 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 р в р штрих 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 ага перевернули ставили какой-то мусор так оранжевый это фронт значит эй не туда их штрих б его сюда но он неплохо неплохо вот это мы соединили и буфер остался замечательно куда вы ее поставить теперь сюда да тут все хорошо остается так хочу поставить красный синий последний красный синий последний он здесь так значит лишь будет синий во первых желтый здесь будет синий но не так не настолько а капс нажим так это можно удалить сейчас уберем значит красный синий красный синий у вас вот здесь его надо поставить вероятно штрих от этого делать надо для 2 тысячу раз вот этот элемент надо поставить напротив вот этого по диагонали то есть он туда его могу поставить вот так но если я его буду ставить вот на это место вот таким образом могу и снизу она надо чтобы он был сверху поэтому блин а я же между я не смогу сюда ничего оставлять блин а как это делать тогда я уже не соображаем он добить надо добить по налоги шума как разрешали за лавала должен быть какой-то мусор с 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 сем с с с с Все, всем пока